Проехать же невозможно мимо почтамта. Не почтамта, а здание Почты России. Прочистили его, не получается ни днем, ни ночью. Там грейдерам хотя бы в один проход пройти. В один. В один прошли. После аномальных погодных явлений, случившихся в городе в начале месяца, от горожан поступало много жалоб о наледи на дорогах и тротуарах. На прошедшем в мэрии Магадана совещании с коммунальщиками глава города дал поручение в ближайшее время устранить неудобства. Также обсудили ход расчистки скверов и парков. Приступили к вывозу мусора с муниципальных комплексов, расчистки скверов, серное сияние, сквер Победы, 70 лет, аллея цветов, это возник парка перед мэрией, ну и остальные все зачистят. Также по просьбе спорткомитета зачищаем в очередной раз коробку на 15-й школе. Сотрудники комбината зеленого хозяйства ведут механизированную уборку города, а также поселков Сокол и Уптар. Убирают тротуары, переходы, межквартальные проезды, подъездные пути к контейнерным площадкам, пищеблокам, дошкольным и общеобразовательным учреждениям, находящихся в зоне ответственности предприятия. Производят противогололедную обработку, расчистку и подметание снега и уборку мусора. Задействованы 29 спецмашин КЗХ и 55 специалистов ручного труда. На городской фестиваль патриотической песни уже начали поступать заявки. Организатор – Дом культуры «Автотек» при поддержке Управления культуры мэрии Магадана. Возрастная категория в номинации «Солисты и ансамбли» от 7 лет, в номинации «Авторская песня» от 18 лет. Фестиваль городской патриотической песни – это культурно-просветительская площадка, объединяющая молодых профессиональных исполнителей песен, гражданской и патриотической тематики, а также любителей отечественного творчества. Фестиваль позволит выявить и поддержать юные дарования, а также познакомить зрителей с творчеством состоявшихся исполнителей. В прошлом году заявки подали около 50 солистов и более 30 ансамблей. Фестиваль проводят на протяжении 14 лет. В этом году он пройдет в один тур – 11 и 12 февраля. Завершится 19 февраля галоконцертом и награждением победителей. Подать заявку можно до 1 февраля в ДК «Автотек». Телефон для справок – 63-82-43. Чукотка, я не зря называл ее «Любовь моя Чукотка». Значит, это дым костров, таких ощущаемых, еще древнейших, когда шли палеазиаты. А на морозе дым костра, он другой. Это уже висборовская боль, что-то. А то это древнейшие, вот эти дым костров, шаманский, может быть. И вот он привлекал как-то всех нас, может быть. Мэр Магадана Юрий Гришан встретился с известным путешественником, членом Союза журналистов Рудольфом Седовым. Они обменялись поздравлениями с прошедшими новогодними праздниками, поговорили и о благоустройстве Магадана. Столько интересного и мне неизвестного о нашем городе. Встреча, конечно, прошла на высоком уровне, как говорится. И очень здорово, что вместо там 10-5 минут, которые я просил, значит, Юрий Федорович уделил, наверное, полчаса или больше гораздо. Рудольф Седов подарил мэру Магадана собрание своих сочинений. У моря Охотского, Клымские дали, Любовь моя Чукотка, Полюс холода. И градоначальник, и писатель надеются, что такие встречи можно будет проводить чаще.